Приветствую вас, ну что ж, я прочитал ваш вопрос, и давайте мы с вами будем разбираться с тем, что вы написали, подробно, потому что, в принципе, мне кажется, вы в общем и целом на верном пути, но не совсем. Вы знаете, значит, что вам нужно, совсем понимаете, что вам нужно. Итак, мне 54 года, по знаку зодиака я скорпион. Вот это вообще к чему вы написали, что по знаку зодиака вы скорпион? Вы считаете, что это как-то влияет на вас? Вы считаете, что этот знак зодиака как-то на вас влияет, на ваш характер, и, соответственно, вы в каких-то моментах своего поведения, возможно, обращаетесь к нему, говоря, ну вот, я по знаку зодиака, да, по зодиаку я скорпион, ну, собственно, что мне поделать? Для чего вы это говорите? Вы идентифицируете себя с каким-то знаком, с каким-то вот символом, да, для чего? Для чего людям нужен символ? Для чего людям нужен знак? Чтобы перекладывать себя на эту ответственность. Вы говорите, я по зодиаку скорпион, значит, сразу вы говорите, чтобы мы вас принимали именно как скорпиона. Не как человека, женщину, личину, индивидуальность, со своими желаниями, со своими потребностями, а именно как, назовем, скорпиона, бонзаку зодиака. И, что самое интересное, знак будет ярко не изменить, значит, и символ скорпиона вас тоже не изменить, и, значит, вы не можете измениться. Всё. Вот это вот первый момент. Перенос ответственности себя на что-то другое. Как вам сказала моя коллега на мистифицированный знак, хотя это не обязательно мистификация в данном случае. Далее, вы пишите, прошло 6 или 7 тренингов. А вот что интересно, 6-7 тренингов, то есть вы даже не знаете точное количество тренингов. Вообще-то, ну, тренинги, насколько я знаю, они стоят денег и, в общем-то, довольно значимое событие в жизни человека. Если вы проходили эти тренинги по собственному желанию, то почему вы даже не знаете их точного количества? Они у вас что, слились поединой, эти тренинги? А какие это были тренинги? Что вам эти тренинги дали? То есть вы говорите, прошло 6 или 7 тренингов. То есть вы как бы, знаете, вот изначально сразу хотите, чтобы мы о вас сложили некое впечатление. Далее вы пишите, читаю статьи психологов. То есть вы как бы повествуете нам о том, что вы осведомлены о чем-то, связанном с психологией. Ну вот, тренинги вы просили, сколько тренингов, точно вы не знаете. А зачем вы просили тренинги? Что вам тренинги дали, вы не написали? Читаете статьи психологов? Хорошо. Зачем читаете статьи психологов? Понимаете ли вы, что статьи, например, без личностных характеров, что информация в них очень-очень условная, что статьи психологов ничего кроме общих размышлений не дадут. То есть, что на практике это совершенно практически никогда неприемлемо, что вам самой нужен индивидуальный подход. То есть статьи психологов, которые тренинги, вас только путают. Тренинги нужны людям, которые нуждаются в корректировке своего поведения. Вот занимается человек бизнесом, ему нужен тренинг по бизнесу, чтобы какие-то моменты отработать. Но он уже знает это, он уже в этом ориентировался. А вы, по сути дела, не вступая в отношения с мужчинами ни разу, вы хотите отработать какие-то приемы. Какие приемы вы хотите отработать? А вы знаете, на чем эти приемы базируются? Не думаю. По крайней мере, исходя из того, что вы написали, я этого не почувствовал. Вот. Значит, далее. Все это потому, что не чувствую радости и подъема без любимого человека. То есть, любимый человек вам нужен для того, чтобы испытывать радость и подъем. А без него вы что, без него вы радость и подъем не чувствовали? А почему вы считаете, что любимый человек обязательно должен вам дать эти самые радости и подъем, например? А вы знаете ли вы, что человек не обязан вам ничего давать, что это вы ему отдавать должны в отношениях, искренних отношениях, которые не по расчету. И чтобы отдавать нужно, чтобы было что отдавать. А для этого нужна как раз таки радость и нужен подъем. Так почему вам для радости и подъема нужен любимый человек? Вы изначально ставите себя в зависимое положение от мужчины. Я вам скажу, что пока вы находитесь в таком состоянии, вам нельзя встречаться с мужчинами. Потому что вы моментально попадете от них в зависимости, от любого. Вам нужно сперва со мной чувствовать радость и подъем без всех, а потом уже вступать в отношения. Чтобы строить их на основе равенства, на основе равноправия. Далее. Мышины у меня не было никогда в жизни. Пишите вы. Ну, опять же. Здесь, даже вот не читая то, что вы написали дальше, здесь сразу хочется сказать. А знаете ли вы, какой мужчина вам нужен? Без идеализации реальной. А знаете ли вы, какая вы женщина? Что вы можете дать мужчине, как женщине? Какая у вас модель женского поведения? Какая вы женщина? Ответите себе на этот вопрос, подумайте об этом. Какая вы женщина? Можете ли вы сделать счастливой мужчину? И вот с этого вопроса и начинаете свое развитие. И до 45 лет я терпеливо, упорно его ждала. Угу. А до 45 лет вы ждали мужчину? А почему вы его ждали? Почему вы сами не старались вступать в отношения? Вы ждали как? Делая хоть что-нибудь или вы ничего не делали? То есть, как вот ваши ожидания протекали? В какой форме? В форме пассивной? В форме активной? И так далее. Были ли у вас попытки строить отношения? Или вы вообще отношений никогда не строили? И у вас нет опыта даже в самих отношениях? И так далее. Вот. Это все на самом-то деле очень важные моменты. Потому что когда вы говорите, что до 45 лет я ждала мужчину, ну это очень интересно, что вы подразумеваете, что ждала и почему ждали? А почему сами не брали и не выстраивали свои отношения? Почему не общались? Почему не сближались? И так далее, и так далее, и так далее. Это на самом деле очень важный момент, который я бы хотел, чтобы вы для себя вот как-то все-таки разобрали. Откуда у вас вообще есть установка, что мужчину, например, нужно ждать? Женщина выбирает? Она выбирает, да. Но вряд ли она своего ждет. Она предпринимает активные попытки, чтобы мужчину привлечь. А вы предпринимали попытки, чтобы мужчину привлечь? А вы знали, как мужчину привлекать? Вы знали или знаете, как мужчину нужно привлекать? Вот об этом тоже я очень рекомендую вам подумать. Это все очень важный момент. Ну вот, вы говорите, что, значит, до 45 лет я, значит, ждала мужчину, да? А потом, значит, вы пишете, начала ездить на тренинги, чтобы понять причины, найти ключ от проблемы. Ну вот, опять же, интересно у вас это получать. То есть, вместо того, чтобы, вот, после, значит, ну, после 45 лет, после окончания ожидания, чтобы начать активно знакомиться с людьми, с теми же мужчинами, например, да? Чтобы активно с ними знакомиться, общаться, там, интересы общие пытаться продвигать и так далее. Вот, вы вместо этого, значит, как бы начали ездить на тренинги. Опять же, надеюсь, надеюсь, как я понял, что именно тренинги помогут вам найти корень проблемы. Ваши же, почему вы не были с мужчинами ни разу. И тренинги проблемы с проблемами, конечно, нашли. Это семья. Но понимаете, в чем дело? Детско-родительские отношения далеко не всегда определяют, далеко не всегда определяют личную жизнь, личный путь человека. Далеко не всегда. Понимаете? И то, что вы сделали, то, что вы делали, то, что вы вот как раз говорите, что вот я там ездила на тренинги, там что-то, что-то понимала, поняла, что у меня проблемы, значит, там, вот с семьей, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да? Вот. Но вам же это, по сути дела, вам же это ничего не дало. Ну, вы как были одна, так мы одна и остались. Почему? А потому что семейные и детско-родительские отношения – это одно, а личные отношения, гендерное поведение – это совсем другое. Это другая ветка отношений, другая сфера взаимодействия. И поэтому, да, отчасти, конечно, они между собой связаны. Но это всё же разных вещей. И поэтому, занимаясь детско-родительскими отношениями, и сколько угодно работая над ними, вы не приближаетесь ни на йоту к тому, чтобы решить свою проблему, связанную с тем, что вы до сих пор одна. Потому что, чтобы не быть одной, нужно для начала организовать свою деятельность, свои интересы, свои направления, свои увлечения, скорректировать свою женскую модель поведения, скорректировать, сформировать образ мужчины, который вам нравится, понять, что вы можете мужчине дать, что мужчина вам может дать, какую позицию в отношениях вы хотите занимать. И только после всего этого, на основании хобби, на основании увлечений, стараться знакомиться с мужчинами и с ними общаться. Но не как с мужчинами, а как с людьми. Изначально, как с людьми. Простыми, обычными людьми, которыми являемся мы все. У вас же каждый мужчина, каждый представитель мужского пола, это, как мне кажется, именно мужчина. И как мужчина, он ни разу не приятен, не привлекательен. Естественно, потому что он сижу. Но вы его не знаете. И вы не даете ему шанса, чтобы вы его узнали. И если бы вы узнали его, то вот это все, скорее всего, ушло бы. Появилось личное восприятие человека. А личное восприятие человека всегда шире, чем те прилагательные, которые вы используете. Далее. Благодаря этой работе ясно осознала, что в детстве, встал очевидцем семейных драм, родители испытывал страх и недоверие к мужчинам и их неприятия. Где-то даже отвращение к их безнаказанному самодурству. И с тех пор живу в позиции той девочки-жертвы. Ну, смотрите. Вид, конечно, у вас всего довольно много. То есть вы говорите. Семейные драмы родителей. Семейные драмы родителей. Их нужно отграничивать. То есть семейные драмы родителей – это драмы мужчины и женщины. И это поведение конкретного мужчины и конкретной женщины. Не более того. Почему вы проецировали страх и недоверие к мужчинам и их неприятия. И их неприятия ко всем. Почему вы на всех распространили мужчин это? Опять же, для того, что вы не понимаете причин поведения вашего отца и причины поведения мамы. Почему вы думаете, что драма ваших родителей – это ответственность только вашего отца? Нет. Это ответственность и вашей мамы, которая все это терпела, которая не желала это прекратить. Прекратить свои страдания и ваши страдания. Так. Далее. Вы пишите, значит, так, значит, следующее. Страх и недоверие к мужчинам. Страх чего? Безнаказанное самодурство. Самодурство может быть у какого-то количества мужчин. Но зачем наказывать это, когда можно просто отойти? Просто отойти и нейтрализовать себя от человека, который ведет себя, по вашему мнению, неадекватно. Например. Зачем вам обязательно его наказывать, менять и так далее? Это вот чувство справедливости у вас. Может быть, желание, стремление к вклады, к ватмендию, оно продиктовано тем, что вы не видите своего отца как человека. Вы видите его именно как отца. А вот как именно как личность, именно как личность вы его не видите. Отсюда и есть проблемы. И психолог вам поможет увидеть именно с такой стороны своего отца. Со всех сторон своего отца. Тренинги этому, естественно, не способны, как и статьи психологов тоже. Далее. Страх. Страх чего? Вы не работаете за страхом. Что за страхом кроется? Какие аспекты кроются за страхом? И чего именно вы боитесь? Как вы относитесь к твоему страху? Хотите ли вы этот страх, например, убрать, подавить и так далее? Это невозможно. Это нельзя сделать. Потому что страх, естественно, это нормальная защитная функция человека. Нельзя его убирать. Но можно понять, что за ним стоит, и подкорректировать свое действие, свое поведение, чтобы страх перестал быть дестабилизирующим фактором. А чтобы стало фактором защитным. Но надо понять, чего именно вы боитесь в мужчинах. Далее. Недоверие. Недоверие, опять же, что это значит? Ну, допустим, отец вашего доверия не оправдал. Хорошо. Но мог ли он это сделать? Реально, и по факту. Мог ли он оправдать ваше доверие? Опять же, я не думал. Потому что, если у него были драмы с вашей мамой, то, скорее всего, счастливы они там не были. В браке. А это значит, что жили они вместе не для друг друга, а для какой-то другой своей цели. И вот отсюда, из-за этой другой цели, и все проблемы начинаются. То есть, вам нужно смотреть в корень ситуации. А он именно в том, что вы видите своих родителей и их поведение не под тем углом. Не под правильным углом. Далее, вы говорите, их неприятие, где-то даже отращение. Значит, ну, во-первых, неприятие, неприятие чего? Это вот такой важный момент. Что именно вы не принимаете конкретно и почему? То, что вы не принимаете мужчин, говорит о том, что вы что-то не принимаете в себе. Соответственно, вам нужно что-то, это что-то принять в себе для того, чтобы принимать других, иначе по-другому опять же не получится. Ничего, у вас. Далее. Значит, вы пишите веноказанное самодурство. Опять же, у самодурства всегда есть причина. Самодурство – это тирания, это трусость, это неуверенность в себе, желание сможет трудиться и так далее. Не нужно воспринимать самодурство как что-то такое особенное, что-то монструозное, страшное и так далее. Это страшно только для ребенка и только потому, что ребенок не понимает и обладает беспомощностью. Собственно говоря, об этом вы и пишите дальше, что я до сих пор пребываю в фабриции девочки-жертвы. Вы говорите, я жертва. А что делает жертва? А жертва, во-первых, переносит ответственность. Это первое, что делает жертва. Второе, что делает жертва – она боится беспомощности и как бы все время защищается. От кого – уже не столь важно. Она защищается. Хочется подумаем. Почему вы беспомощны? Вот в чем конкретно проявляется ваша беспомощность? И почему? На мой взгляд, это очень-очень важный момент, чтобы мы о нем поговорили, чтобы вы о нем поговорили. Беспомощность для вас – это что? Беспомощность для вас – это как? И беспомощность в чем? Отсутствие утратых контроля? Хорошо. Что именно вы хотите контролировать? И как? Давайте об этом поговорим. И так далее. Ответственность. В первую очередь, жертва не несет ответственности за себя. Ну, в принципе, как я вам уже об этом неоднократно говорил, именно вот в контексте того, что как вы описываете себя и свою проблематику. Вот. То есть позиция девочки-жертва есть. А нужно из позиции жертвы выходить. Для того, чтобы выходить из позиции жертвы, нужна мотивация. Чтобы мотивация появилась, нужно понять, на что она направлена. Направлена мотивация быть жертвой на то, что дает эта позиция лично вам. То есть исходить нужнее из того, что дает вам позиция жертвы. Какие плюсы вы от нее получаете? А плюсы от нее вы получаете на самом деле только такие. Чувство определенной стабильности, отсутствие опасности. Вот. Ну и, соответственно, возможно, негативный ассоциативный ряд. Но это, это нужно подтверждать. То есть вот так вот говорить об этом пока, я думаю, нельзя. Встали. Значит, стал момент, когда я начала себя остановить. Я закрывала собой мать от отца. Зажималась от страха перед скандалом. Зачем вы закрывали собой мать от отца? Что вам не двигало? То есть мать себя выставляла жертвой, не желая нести ответственность за себя и за свою семью. Ее у вас попросту нет. Значит, ну, во-первых, знаете как, есть, как бы, такая ситуация, что вот вы закрывали свою мать, значит, с собой от отца, и, наверное, вы считаете маму кем-то хорошим. Она может быть и хорошая, но это не отменяет того факта, что она не желала защищать вас, а предпочитала позволять вам ее закрывать. Вот. Вот вы ее поведение, по сути дела, и перенимаете. Позицию зертва. Только на более глубинном уровне, конечно же. Я даже близко не знаю, пишите вы этому состоянию, каково это быть любимицей, принцессой, отщепной себя, безусловно, любовь, восхищение. Наверное, я бы не справился с этим состоянием, я просто не знаю, каково это внутреннее. Да нет, справились бы. Это естественное желание, естественное ощущение. Все его испытывают, и вы обязательно испытаете в своей жизни его. Вот. Другое дело, что, понимаете, у вас есть идеализация. Любимица, принцесса, безусловно, любовь, восхищение, это все очень здорово. Но это все невозможно до тех пор, пока вы не ответите себе на те вопросы, о которых я говорил. То есть нужно стать такой женщиной, которую можно безусловно любить, которую можно восхищать, которые вызывают у мужчины восхищение. А для этого необходимо, чтобы вы приняли себя полностью, чтобы вы перестали быть жертвой, чтобы вы внедлили в себя ответственность. И так далее. И вот тогда у вас появятся все вот эти вот ощущения, которые вы хотите испытать. Но, опять же, вы идеализируете сейчас и семью, и отношения, и любовь. Для чего это все вам нужно? Что, по вашему мнению, вам это должно дать? Понимаете, это все невозможно без другой страны, без мужчины. А у мужчины свои взгляды на то, как это все должно быть. И вам нужно быть готовы принимать все его взгляды. Вам нужно быть готовы уступать. Вам нужно быть готовы давать ему возможность решать что-то. Давать ему возможность проявлять инициативу. Давать себе возможность быть слабой. А как вы можете быть слабой, если вы боитесь в жизни? Если вы чувствуете себя беспомощными? Никак. Соответственно, это невозможно. Так. Далее, значит. Несмотря на то, что я преподаватель вуза, я до сих пор маленькая девочка-изгой, которая виновата, недостойна любви, признания, ожидающая непозволение любить, непозволение удовольствия, отдыха в их теле. Ну вот, знаете, вот эти все характеристики, которые вы перечислили, это все установки, которые вы получили от родителей в детстве и от своего окружения. Опять же, тогда в детстве. Так, соответственно, корень установок, корень установок, субъекты установок, причины выдвижения таких установок и прочее. Все вот это нужно анализировать. Потому что, пока вы убеденитесь в этой установке незыблемой истиной и правильной, ну и, естественно, у вас ничего не будет. Как можно человек, который не позволяет себе любить, получать удовольствие, отдыхать и усилиться, может рассчитывать на отношения с мужчином? Да вообще на отношения с кем-либо. Это же для другого человека неприемлемо, такая позиция. Нужно отдыхать, усилиться и получать удовольствие и любить. Это все естественно, а вы это все себе не позволяете. Поэтому анализировать и пронабатывать источники, субъекты, корни этих установок. Далее. Сейчас нужно принять и полюбить себя, простить и принять отца. Нет. Не так. Простить отца, это вы уже сами будете решать. Простите вы его, не простите, это вам решать. Принимать отца, ну опять же, тоже вам решать, принимаете вы его или нет. На самом деле, у вас садить, и мне зависит от того, принимаете вы его или нет, он будет вашим важным отцом. Как бы там что ни было. Поэтому это тоже зависит от вас. Вам нужно его понять. Вам нужно понять, почему он так себя вел, и понять, что он вел себя так, когда-то у него были на два причина. У него были основания, так же, для нести. И эти основания, конфликты, противоречия, проблемы и невозможность справиться с этими самыми проблемами. Вот когда вы это поймете, и отец перестанет быть самодуром, он станет жертвой, станет жалким в ваших глазах, и вы перестанете испытывать ему страх. Вы станете испытывать ему жалость, презрение, может быть пренебрежение, и вот через это, может быть вы его простите, может быть и нет. Что касается того, что нужно принять себя и полюбить себя. Но опять, это не какая-то задача, которую вы просто берете и сделаете. Это процесс. Любить себя нужно, в данном случае. Просто запросов есть. То есть, просто не делая что-либо для этого. Принимать себя, это значит, принимать свои желания. А это значит, убрать те установки, о которых вы писали выше. А это значит, что нужно прорабатывать источники и субъекты этих установок. Тогда у вас это и получится. А тогда как вы можете себя принять, если вы не поздравляете себе получать удовольствие, любить, отдыхать и веселиться? Это невозможно. Далее. Делала расстановки на него. Принимала, а потом опять возвращалась на круги своя. Не могу его слышать, видеть себя от этого недовольна собой и больно, но обиды и отращения не уходят. Обида на что? Вот обида на что? Вас задевает что? Обида это ваша проблема. Что-то вас задевает. Соответственно, нужно подумать, что именно он вас обидел. Недовольность и недовольство собой выражать не нужно. Чувствовать и естественно, именно потому что вы их зажимаете и не даете им реализовываться. Оно у вас есть. Может кратко отцу и нужно все высказать. Высказать, выплакать, наорать на него и так далее. Может быть именно это вам нужно сейчас? Чтобы увидеть, что он посытит, даже ничего не может сделать. Что он посытит и мог кититься силой только перед слабыми. По-моему, не изменить образ своего отца. Посмотреть на него по-другому. Сбаланс, я думаю, все получится. А главное вообще ни одного мужчины в моем пространстве. Ну а откуда? Если нет отдыха, нет веселья, нет удовольствия. Откуда у вас мужчины возьмут? Не любовный, точнее не служебный же роман вам заводить. В ВУЗе преподаватель, а больше вы, получается, нигде ничем не занимаетесь. Вот и поэтому у вас и мужчин нет. Чтобы мужчины были, нужна среда. Среду нужно создавать. Среда, она так просто не появится. Среда проистекает из интересов. Ну, далее, вы пишите, не хотел соглашаться пройти эту жизнь без родного взгляда, обаятельного и милого мужчины, без его родных объятий, понимания друг друга с полуслова, без ласкового значения. Вот и снова идеализация, снова ваши потребности идут, снова, наверное, радостный подъем, с которым вы писали в самом начале, потому что это нужно вам. Но, еще раз повторю, это вы отдаёте. Вы отдаёте мужчине, вы не получаете, вы отдаёте. Понимание с полуслова может быть, а может и не быть, потому что людям нужно время, чтобы узнать друг друга. И так вот, сходу, люди понимают друг друга с полуслова, только в том случае, если они оба открыты. Вы не открыты. Поэтому с полуслова, понимание у вас, не будет. Скорее всего, вам нужно учиться, слышать другого. Это не придёт просто сразу. Вот. Помогите с советом, может он станет важно. А психологи не дают совет. Психологи дают рекомендации и психологи помогают человеку увидеть себя лучше и понять, что делать. Поэтому, если вам нужен совет, то я, Борис, вы не по адресу пришли. Я постарался написать так, как ощущаю, может вы прокомментируете моё внутреннее состояние, что может у них есть что-то, что не даёт мне энергии без соносновения. Как и где искать его? Точно не мужчина, скорее на себе. Для начала позволит себе быть собой. Для начала позволит себе получать удовольствие, отдыхать и веселиться. Проявляя себя не только как преподаватель, но и как субъект иных отношений, как субъект других отношений, как друг, как постёр, может быть, как игрок, может быть, как знакомый, как собеседник, как судник, как человек, который может подколоть и подсудить над другим и так далее. То есть, вот эти вот важные вещи вам нужно делать. Радость и подъём была не потому, что вы, как я понял, кроме преподавания в вузе, у вас больше нет никакой деятельности. Вот отсюда и проблема. Ну и ещё отдельный вопрос про ваш жильё и про то, как и где и с кем вы сейчас живёте. Вот, значит, так, как мне принять мужчин? Ну, в принципе, я вам это всё подробно описал. Это довольно длительный процесс. Происходит он через принятие себя для начала и через всё то, о чём я говорил вам в своём сообщении, в своём ответе. Все те, кого я вижу вокруг, значит, непосходящие, но это, опять же, все те, кого вы видите вокруг. А вокруг это где? Вокруг это что? Вокруг это кто? Вы общались с этими людьми? Вы позволяли им раскрыться в той сфере, в которой им интересно? Вы видели этих людей в склад в углу? Как вы можете давать оценку, оценку, как вы можете давать этим людям, если вы, по сути, даже с ними не сблизались? Те, кому я ощущаю радство и приязнь, никак не реагируют на меня. Но, опять же, опять же, я вас очень хорошо понимал, что есть те, кто вам нравится и есть те, кто вам не нравятся. Те, кто вам нравятся, на ваше внимание обращают, те, кто вам не нравятся, на ваше внимание обращают. Вы поймите, что вам нужно определиться со своей позицией в данном вопросе. Если вы хотите нравиться тем, кто нравится вам, то нужно быть достойным этих мужчин, то есть стараться тянуться до них, стараться заинтересовать их, делать что-то, расширять свой кругозор, выходить из своей привычной зоны комфорта. Вот так просто на вас никто внимания не обратит. Кроме того, отдельно хотелось бы сказать, что значит родство, это вот очень такое слово, что значит родство? Родство к незнакомым людям, к малознакомым людям. Ну это скорее всего, опять же, идеализация, скорее всего, излишняя образность, излишне наполнительное образование представления о человеке, теми образами, которые, кстати, вы хотите, которые вам нравятся, но нереально. Значит, счастливой по-женски быть, вам можно и без мужчины, если вы будете осваивать модели женского поведения и будете реализовываться как женщина. Пожить в браке с мужчиной, для чего вам брак? Что вам должен брать? Что вы от него хотите? Что он для вас значит? Кстати, брак невозможен без партнёра. Если вы говорите, что я хочу пожить в браке, значит вы, мужчин, воспринимаете уже с позиции брака. А если мужчин не хочет этого, то тогда подумайте, пожалуйста, об этом. Нельзя ходить в браке с кем-то. Нужно просто строить отношения. А брак – это естественная форма развития этих отношений и не более того. Но это не то, что вам что-то даст. Это лишь одно действие, что вы, вы несёте ответственность, а не вам брак что-то даёт. Помогите, если помощь вам нужна, в состоянии без сходности и безнадёжности. А опять же, я не думаю, что это связано у вас именно с мужчинами. По моему мнению, вы просто-напросто устали жить так, как вы жили. Вам кажется, что мужчины – это средство от всех бед. На самом деле это не так. Вам нужно самой стать счастливой, самой получать вдохновение. Кстати, вдохновение – это черта творческих людей. Соответственно, на определении, творческий вы человек или нет. И, выходя из этого, уже думать, что вы подразумеваете под вдохновением. Ну а так, рекомендую вам личную, личную, личные консультации с экспертом, которого вы выберете на нашем ресурсе. Хотя, потому что даже, даже любой самый грамотный ответ не решит вашу проблему. Лично много у вас всего. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.